Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день борьбы со СПИДом. Завтра в Суздаль съедутся ведущие специалисты страны в этой сфере. А сегодня с журналистами встретились владимирские эксперты. Задуматься есть о чем. По количеству инфицированных наш регион занимает шестое место в Центральном федеральном округе. Больше 30 лет СПИД остается одной из самых острых проблем человечества. Только в этом году в России более 64 тысяч человек заразились ВИЧ-инфекцией. Владимирскую область трудно назвать эпицентром, но все же статистика заставляет задуматься. Почти 250 инфицированных на 100 тысяч жителей. Всего более 4 тысяч больных. И каждый год эта цифра увеличивается. Главными носителями ВИЧ-инфекции остаются наркоманы. Большинство из тех, кто наблюдается в областном центре борьбы со СПИДом, принесли болезнь на кончике иглы. Мы, конечно, огромную профилактическую работу проводим вместе с сотрудниками наркоконтроля. И в наше поле зрения попадают пациенты не только те, которые стоят на учете у нарколога, но и те, у которых были эпизоды употребления наркотиков. И они попали в какое-то из отделений с проблемами здоровья. Им выставили диагноз. Мы начинаем выяснять, что все-таки было фактором риска. Как заразились. И большая часть наших пациентов, конечно, говорят о том, что у них были эпизоды употребления наркотиков. Наркоситуация в регионе остается напряженной. Отсюда и рост числа заболевших. По неофициальным данным, в области около 700 наркопотребителей имеют ВИЧ-положительный статус. А на учете стоит всего 44 человека. Единственный способ как-то контролировать ситуацию – поголовно проверять всех, кто имел опыт употребления наркотиков. Благо, законодательство позволяет. Суды получили право возлагать обязанность на наркопотребителей, на обязанность лечиться, проходить профилактические мероприятия и курсы реабилитации. И сегодня уже судами Владимирской области назначено 60 таких решений. В отношении шести граждан принято решение, вернее, составленные административные протоколы за уклонение от этой обязанности. И все они поставлены на учет управления наркоконтролем. Новомодный наркотик «Спайс», как оказалось, тоже влияет на распространение СПИДа. Он провоцирует беспорядочные половые связи. На борьбу с этим зельем в последнее время направлены все усилия наркополиции. В качестве антипропаганды управление ФСКН совместно с одним из городских рекламных агентств выпустило спецсерию автобусных билетов. С сегодняшнего дня каждый пассажир 34-го маршрута будет получать вот такую карточку с напоминанием о вреде курительных смесей. Продолжение следует...